Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, прям в эфире законный политик в США с директивом Стивом Дудником. И сегодня у нас будет очень интересный эфир. Я давно хотел такой эфир сделать. Это с нашими соседями, с Канадой. И у нас сегодня в гостях Дмитрий Банчик. И Дима нам расскажет, как живется в Канаде. Дим, привет! Как дела? Привет, Стив! Все отлично, все хорошо. Спасибо, что позвал на эфир. Задавай свои вопросы. И я постараюсь... Дам на канале поговорить. А скажи вообще, как давно ты в Канаде живешь? Я в Канаде 15 лет. Я приехал в Канаду из Израиля. Потом из Ташкента. Переехал в Израиль вначале, потом из Израиля. Так мы с тобой земляки, да? Получается, что так. Да, родился в Ташкенте. Тридо. Интересная личность. Красавчик. Импозер. Нарцисс. Носитель носков. Носитель носков. Я не буду говорить дальше. В Ютубе этого делать нельзя. А до каки канадцы будут его терпеть? Что происходит? Я помню, был выступление террористов канадских. Мы очень поддержали его в Америке. Мы все болели за это. Мы смотрели. Я знаю, и денежную помощь оказывал кто-то. И люди пытались приехать. И мы думали, ну вот все-таки снесут. Ну, не должно быть так. Мы просрали Капитоне. Я был в Вашингтоне. Я помню, как это было. Ну, просрали. Реально просрали. И даже любя моего Трампа. Он сзади. Я говорю, Трамп был президентом. Я считаю, что Трамп нас слил тогда. Он просто реально что-то не давил. Что-то он не сделал. И мы, поэтому, отряды один на один с этой системой судебной. Где чуть половина не перестроили. До сих пор еще 200-300 человек сидят в тюрьме. Федеральный. В Вашингтоне. До сих пор не предъявлены обвинения. До сих пор не пускать им адвокатов. Свобода слова у нас такая. У нас страна Америка учит, как Путин у себя вести. Как Белоруссия у себя вести. Как Лукашенко у себя вести. Как Натани Ягу себя ведет. А у нас в Америке 300 человек сидят в тюрьме. И остальные получили такие сроки по 30-40 лет. Извини меня. У нас Black Lives Matter громила города годами. Жигала полицейские участки. И никого не арестовали. Все равно были мирные протесты. Тут люди пришли что-то доказать, что-то спросить. Их заманили в Капитолию. Я был там. Я это видел. Как полицейские открыли двери. Как они впустили туда людей. А там уже прятался 15 ФБР. Как людей избивали. Как людей выкидывали. Мне хватило мозгов не зайти. Я задалека это все наблюдал. Я умный идиот. Но факт, что мы просрали этот кусок. Скажи мне, что произошло тогда в Канаде? Почему просрали? Почему не убрали Тридо? И что стало с этими дракистами? Что стало с этими людьми после этого? Да вот смотри. Вот ты рассказал то, что происходило в Штатах. Я вижу, что очень много таких моментов, которые похожи. Схожих моментов между Штатами и Канадой. Ну практически один и тот же сценарий. Либералы у власти. Это всегда плохо. Получается так. Действительно люди начали уставать. Что касается Freedom Convoy. Это назывался конвой свободы. Впервые в истории Канады был предпринят вот этот Emergency Act. Когда Тридо испугался того, что происходит. Потому что действительно уже увидели, что это серьезно. Это угрожает ему, его месту. Угрожает вообще строй, который он построил. Да, 9 лет он строил этот строй. Это было пару лет назад. В любом случае. Этих протестов просто перекрыли им весь воздух. Огромные силы полицейских туда были стянуты. На лошадях. Ну просто там чуть ли не слезоточивым газом их разгоняли. Ну было очень серьезно. Просто сняли этот конвой. Эти траки. Им все пришлось это убрать, разобрать. Очень печальная картина. И когда вот все на это все мы смотрели, не совсем было понятно. Тяжело было верить, что это в Канаде такое может происходить. В принципе, этот конвой был мирный. Никто там не прибегал каким-то резким мерам. Что-то там штурмовали. Просто перекрыли там улицы в центре Отавы. Высказывали свое мнение. Да, движение было прекращено. Но вот как я помню, этот акт, вот после того, как он принял это, разогнали очень быстро. Заморозили счета. То есть вся поддержка, которая была оказана конвою, она приостановилась. Пересажали там тоже большое количество людей и организаторов этого конвоя. Предъявили различные обвинения им. Да, ты же понимаешь, когда такая большая толпа собирается, все равно там будут какие-то экстремальные случаи. Конечно. Кто-то выкрикнул там что-то. Кто-то там сказал там F-трудово. Или что-то. Какие-то лозунги пошли. Это бывает в любом случае. Но по большому счету это был мирный протест. Люди уже, как говорится, наелись всего, что произошло в ковид. И вот закончилось тем, что закончилось. И я вот, кстати, в своем последнем видео говорил о том, что палестинские, пропалестинские протесты, то есть там уже группы, которые признаны террористами и штатами, и Израилем, естественно, Германией, и Канадой уже признаны эти группы. И они разгуливают по Атавии с лозунгами, с флагами, кричат, даже делают погромы. Видели мы кадры. Сжигают флаги, там все такое. То есть это уже, я считаю, таких людей нужно резко устранять. Их никто не трогает. Их просто никто не трогает. Мало того, что не трогают, полиция стоит и охраняет их же от тех людей, канадцев, которые проходят мимо и возмущаются. То есть представляешь себе картину. То есть они делают там все, что хотят, кричат, громят. Ну, естественно, все вот эти лозунги. До сих пор это, после того, как признали террорганизации Самидун, и продолжаются до сих пор все эти протесты. Вот на днях, вчера, позавчера я видел в Атавии, были протесты и в других городах. Ну, это далеко не мирные протесты, когда они в масках, когда они в этих флагах, когда они проходят по улицам. Довольно агрессивно себя ведут, честно говоря. Дима, такой вопрос, смотри. И я слышал такую, ну, может быть, это конспирология, возможно. Возможно, я не буду гарантировать, что это, что в момент тех протестов терроргистов в Канаде сели два самолета. И это были какие-то солдаты ООН, которые ходили в канадскую полицию, одежу на фон канадской полиции. И вообще это были те люди, которые избивали на улице и разгоняли толпу, что канадские полицейские сами отказались это делать. Это правда или это легенда? Или действительно был такой случай? Я не слышал, честно тебе скажу, про этот случай. Но я знаю, что многие полицейские симпатизировали конвою и отказывались выполнять то, что им предполагалось. Но закончилось тем, что закончилось. Но единственное, что это все равно дало какой-то результат. То есть нельзя сказать, что прошло бесследно. То есть все мы помним об этом. Все, что происходило. И да, ковидные ограничения были сняты довольно быстро после этого. Буквально в течение двух-трех недель все было снято. И сейчас мы стоим на пороге выборов, я надеюсь. Хотя, по идее, еще год. Но, скорее всего, эти выборы произойдут гораздо раньше. В любом случае. Вот сейчас канадцы уже начали понимать, почему это правительство должно уйти. И не только канадцы. Ты знаешь, чуть позже поговорим про парламент наш. Но вот забегая вперед, я скажу, что на этой неделе уже либеральная партия собирается. И уже протесты внутри самой либеральной партии призывают к отставке труда. То есть там не 2-3 человека, а уже десятки людей. Хорошо, Дима, расскажите, пожалуйста, в двух словах, как вообще канадская власть? Какие у вас партии есть? И где партия Тридо? Кто уступает против Тридо? И вообще, кто сейчас хочет Тридо убрать? И кто вместо него может прийти? Что за сила может прийти вместо него? Если ты можешь объяснить, кто стоит за Тридо? Кто его толкает? И насколько его положение сейчас шатко или не шатко? Ну, ты сам сказал, что Канада такая либеральная, даже ультралиберальная. Но ты другое слово сказал, но я не буду повторять. В общем, либеральная страна. И всегда так было, в принципе. Но это так не чувствовалось раньше. Вот я приехал в 2009 году. В принципе, цены были низкие. Знаешь, уровень жизни высокий. Было доступно, в принципе, все это так не чувствовалось. Тридо пришел к власти. И постепенно, постепенно, знаешь, одно решение за другим. Одно решение за другим. И мы уже дошли до того, что сейчас цензура в Фейсбуке. Цензура. Ты знаешь, что на Фейсбуке, например, нельзя выставлять новости. То есть такой опции. Нет, на канадском Фейсбуке. Не знаю, скажи, интересно. Да, да. Вот этот один из законопроектов Тридо. На Фейсбуке мы не можем делиться новостями. То есть там можно просто ставить какую-то картинку. Но саму новость ты не можешь поставить. Из статьи, я имею в виду. А что будет? Ну, Фейсбук удалит. Да. Окей. Вот. То есть вот эта цензура и все вот это закрутилось, завертелось. Одно решение за другим. Цены начали расти. В ковидные времена вообще. То, что здесь происходило, схожее, кстати, с Америкой, мне кажется, когда раздавали деньги налево и направо, разбазаривание средств привело к высочайшей инфляции, которой никогда не было в Канаде. Восемь там плюс. То есть вот инфляция. И возвращаясь к твоему вопросу, кто может сменить Тридо на данный момент? Да все равно кто, честно говоря. Все равно кто. Люди настолько уже устали от Тридо. Он проигрывает локальные выборы, дополнительные выборы. То есть те выборы, в которых, скажем, Торонто-даунтаун. Это самый либеральный район, который можно себе только представить. Ты представляешь себе. То есть там и гей-парады, и то, и все, и пятое, и десятое. Я бы в Торонто интереснее. То есть все там, и там он проигрывает, не он, а его партия проигрывает дополнительные выборы, и консерваторы берут там место. То есть о чем это говорит? Но после этого уже понятно, что там в Монреаль также был проигрыш. В общем, да, кто придет. Ну вот Полиев по всем опросам. Это консерватор, человек, который возглавляет партию консерваторов. И достойный кандидат, по мнению многих канадцев. Опросы говорят, дают ему просто подавляющее лидерство сейчас. Подавляющее лидерство. Ну, я понимаю, у вас же разные провинции. У вас вот Квебек есть, они на французском говорят, Торонто на английском говорит. У вас, получается, как бы разные провинции, но выборы одни федеральные. Есть федеральные, но есть локальные выборы, правильно? Правильно. Скажи, насколько вот, я не знаю, у вас есть, как в Соединенных Штатах Америки, вот красные штаты, синие штаты, демократические и консервативные. У вас есть такой провинции или у вас такого нету? Есть, да, есть такое. Там, например, Альберта. Те территории, они консервативные территории всегда были. Но сейчас просто любая практически провинция, кроме Квебек, она обратила в синий цвет, то есть цвет консерваторов. То есть все очень быстро поменялось. Те провинции, которые исконно были там либералы, они сейчас тоже меняются, переходят на сторону консерваторов. И, ну, я не вижу, как это может вообще поменяться, честно говоря. Когда уже сама партия, сама партия, там, крысы бегут с корабля, четыре министра ушло, ну, они сказали, что они не будут баллотироваться на выборах, уже ушло четыре министра, и плюс еще несколько либеральных МПС подало в оставку. А что с Квебеком не так? Ну, там исконно, что франкофоны, да, то есть там была либеральная партия и есть Антарийский блок. То есть у них своя партия. Своя партия. И сейчас эта партия, кстати, по опросам обходит либеральную партию. То есть либеральная партия уже борется за третье место. Даже не за второе, а за третье. Я, честно говоря, предполагаю, что очень мрачное будущее ждет либеральная партия. Скажи, пожалуйста, а вот если на выборах средового летает, да, с появления, его вот какое-то уголовное наказание, к нему есть какие-то коррупционные скандалы, что-то вообще назревает по отношению к нему, и он боится, он, скорее всего, этого боится, я так понимаю. Он, да, он боится этого. Я, честно говоря, в плане именно криминальных каких-то вещей и наказаний не сильно знаю, что ему именно может грозить, потому что, да, ведутся некоторые расследования, но я именно не в курсе деталей. Эти детали особо тоже не разглашаются. Я надеюсь, да, что там будет что-то, потому что много, очень много было правонарушений. Последний скандал, просто приведу тебе пример, это скандал, где 400 миллионов долларов ушли куда-то обходными путями друзьям Трудо, естественно, и либеральной партии. Вот там произошел такой распил денег, это называют консерваторы Green Slash Fund, то есть связано там с зеленым озеленением. Да, вот, это крупный скандал, и сейчас тоже этим занимается полиция. И ты знаешь, вот парламент сейчас парализован, да, то есть он не работает. Все, что касается законодательства, законов, все, что касается государственности, все парализовано, ничего не работает. То есть есть там оппозиция, там они выступают, задают вопросы, но ничего не проводится. Почему? Потому что Трудо отказался передать документы в RCMP, в полицию, по вот этому скандалу. Понимаешь? Хотя весь парламент проголосовал за то, что он должен передать эти документы. То есть его обязали. Он отказывается. О чем это говорит? Вот ты как детектив, скажи-ка, о чем это говорит? Ну, по идее, должна быть какая-то комиссия, где он должен быть назначен специальный прокурор, как у нас в Америке, который этим занимается. Хотя у нас такая уже Бадан. Скажи, пожалуйста, наши выборы в Америке сейчас идет выборы в Америке, Камал Ха и Стрампа. Что у вас в Канаде об этом говорят? Как относится к американским выборам? Кого канадцы предпочитают больше? Я уверен, что разговоры идут, потому что от Америки в Канаде много чего зависит. Что вообще говорят? Как относится к Трампу? Как относится к Америке и чего канадцы ожидают? Ну, многие канадцы, с которыми я, например, общаюсь, да, они немножко осторожно настроены по отношению к Трампу. Ну, как я думаю, как и многие американцы, потому что он такой довольно эксцентричный человек, понимаешь, да, вот у него бывают такие довольно резкие высказывания. Все, что касается политики, миграционной политики, например, то есть там международной политики, опять же, у него довольно резко он привык действовать, да, скажем так, с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, вот от либерализма, мне кажется, устали уже все. То есть, понимаешь, в чем проблема? То есть, я, например, не против либерализма, это все нормально, все окей, но когда это перерастает определенные границы, это уже все. Должна быть какая-то золотая середина, то есть, уже дошло до того, что консерваторы уже, консервативная партия Канады, это либералы, да, по идее. А то, что либеральные парнии, все смещается, да, это либеральная партия, это уже непонятно что. Поэтому, мне кажется, что устали и от Трюдо, устали и от Байдена, устали... Ну, Камала Харрис, честно говоря, ее никто не знал там особо. Вот, и я ее впервые увидел, например, после того, как Байден ушел, но то, что я слышу, особо всерьез ее никто не воспринимает. Ну, не знаю, может, конечно, есть у нее здесь люди, которым она нравится, но в основном за Трампа люди топят, ну, по крайней мере, в моем окружении. Скажи, пожалуйста, ну, это очень интересно, я так понимаю, что у тебя жизнь, дети у тебя, скажешь, как вообще, как вообще политика воспитания детей в школе, а вот чувствуешь ли ты себя в безопасности с твоими детьми? Я просто, у меня было пару случаев в Канаде, я брал интервью у женщины, у которой дочка вдруг в какой-то момент заявила, что она хочет стоять мальчиком, и в Канадской школе это было, я не помню, в каком районе, и стали давать гормоны, там, матери запретили, там, вмешиваться, чуть не до ареста это все доходило, и, ну, было очень большое возмущение. Скажи, что у вас происходит со школами, и насколько, вот, вот, ты живешь в районе, это более консервативные или более либеральные районы? Мне кажется, сейчас любой район более консервативный, честно тебе сказать, настолько, да, все поменялось, но я в более консервативном районе живу, это Антарио, Антарио, я живу в Ниагарский регион, недалеко от Ниагрофоллс, город Сен-Катринс, вот, вот, и, если говорить про детей, про школы, да, слышал, конечно, много историй о том, что, там, менять пол, не менять пол, там, все, что с этим связано, эти все страшилки, да, может быть, есть эти истории, да, не может быть, ну, конечно, есть эти истории, но, понимаешь, одна история из, там, ста тысяч, они все говорят. Я живу в Канаде 15 лет, в Антарио я живу уже, там, 13 лет мы переехали из Британской Колумбии, в BC я лично, опять же, не сталкивался с этими вопросами, в Антарио не сталкивался с этим, в школах, да, есть sexual education, да, то есть есть образование, и говорят об этом, проходят, но чтобы велась какая-то реальная открытая агитация в школах, поменяй пол, поменяй пол, да, ну, нет такого здесь. Ну, хорошо, если ты против людей, как отец, против того, чтобы твоего ребенка учили в сексуальном воспитании, тем более, если это ребенок маленький, имеешь ли ты право отказаться от этого в школе, или ты все равно ребенок должен проходить это все? Ну, ты имеешь, ты можешь отказаться, ты можешь отказаться. Ты можешь отказаться, и никакие проблемы в школе не создают? Нет, ты можешь отказаться, но ты знаешь, вот у меня, опять же, я тебе говорю, трое детей. Один закончил школу, сейчас он служит в канадской армии. Второй сейчас в 11, не в 11, 11 лет ему, в среднем, в начале, в седьмом классе. Да, то есть получается, у них есть образование, все. Ну, говорят, рассказывают. Ну, так что? Ну, рассказали, рассказали, там, пришел домой, нам рассказали там об этом. Хорошо, рассказали, дальше что? Нам тоже много чего рассказывали в свое время. Это значит, что мы все стали, знаешь, все выросли и все нормально. Поэтому, мне кажется, это преувеличено. Я, честно говоря, думаю, это раздуто, преувеличено. Если люди дома воспитывают как надо своих детей, то, я думаю, все будет нормально. И сказать, что у тебя старший сын в канадской армии, очень интересно. Что еще обстоит в канадской армии? Он пошел, сам добровольник пошел, он подписал какой-то контракт, или это обязаловка? А смотри, сейчас он закончил школу, 18 лет, но он еще не пошел на контракт. У него идет частичная занятость, просто база, которая находится здесь у нас в городе Сан-Катеринс. Но он может подписать контракт, если он захочет. Давай поговорим об экономике. Вообще, что происходит сейчас в Канаде? И особенно мне вот интересно, недвижимость, насколько вообще, допустим, у нас в Штатах сейчас недвижимость, к сожалению, люди, которые купили себе квартиры в больших зданиях, увидят эти большие проблемы, потому что, особенно во Флориде, у нас были ситуации, когда пару зданий упало, погибли люди, потому что никто за ними не следил. И Штат провел инспекцию, и теперь эти большие ассоциации домов заставляют собирать деньги с людей, огромное количество денег, чтобы чинить эти здания, чтобы пройти инспекции. И поэтому получаются большие ассессменты, и люди просто перестали покупать квартиры, пытаются как-то продать, маркет не двигается вообще никак. Что происходит в Канаде вообще с недвижимостью, насколько выгодно покупать недвижимость в Канаде, и вообще, как экономические жизни, потому что, допустим, в Америке у нас, то, что они рассказывают, инфляция 8-10%, у нас инфляция 25%, промышленная инфляция, и, к сожалению, средний класс, его просто выбили его, средний класс ушел за счет у бедности, и у многих американцев есть такая шутка, не надо одна работа, чтобы налить бензин, чтобы поехать на вторую работу. Настолько у людей не хватает денег, и настолько пошатнулась экономика. Кто происходит в Канаде с этим, с недвижимостью, с экономикой? Главная проблема, это, опять же, по моему мнению, это то, что после ковида, после ковида и разбазаривания денег произошла реальная инфляция. Ну, нереальная инфляция. Вот это главная проблема, которая произошла в Канаде. Это привело к подорожанию буквально всего. Я так понимаю, в Штатах то же самое происходило. И ставки были очень низкие. 0.25, ну, бесплатно просто раздавали деньги во время ковида. А потом ставка взлетела на небеса, то есть улетела в космос. И, то есть, с 0.25 она долетела до 5. И то, что произошло с недвижимостью, это реально кошмар. Для многих людей это кошмар. В Штатах есть 30-летний моргидж, правильно? Ипотека. Да. В Канаде такого нет. В Канаде каждые 5 лет ты должен... Перезаключать ипотечный договор. То есть, что произошло? В 2020-2021 год люди брали моргидж под 1-1,5%. Сейчас они выходят из договора. Прошло как раз-таки 5 лет. Ну, обычно 3-5 лет берут договор на моргидж. Сейчас они как раз выходят из договора в следующем году и в 26-м. И они уже будут платить сколько? Да, даже ставка сейчас понизится, да. Но это будет намного больше. Намного больше. Не говоря уже о тех людях, у которых эта ставка постоянно менялась. То есть, представляешь себе, люди взяли, скажем, платили за 3 тысячи за свой дом. Ставка выросла. Это уже 5-6 тысяч. Да. Все. И эти люди реально попали. Очень многие обанкротились. Нужно было продавать. Не говоря уже о тех новых постройках, которые люди понакупали. И, представляешь, человек купил там огромное количество историй. Человек купил за полтора миллиона. Дом построился. Дом строит миллион. А договор подписан. 200 тысяч ты отдал. Что дальше? Где ты возьмешь разницу? Банк не дает. Банк говорит, дом стоит миллион. Мы не даем больше. Окей. Что происходит в такие моменты? Что происходит? Человек теряет депозит. Ну, либо ищет там какие-то варианты за нереальные деньги, берет где-то mortgage private, либо теряет депозит. И билдер еще на него в суд подаст. Это банкротство автоматически. Поэтому, ну, плохая ситуация. Плохая ситуация. И до сих пор, да, вот понижения были незначительные. Они, знаешь, они там понижали 0,25, 0,25, 0,25. Что-то хотя бы на полпроцента сразу спустили. А здесь осторожничают. Понимаешь? Уже людям нечего реально платить ипотечные деньги. А вот консерваторы, что они обещают? Если они будут в власти, вот это все восстановится, что они говорят про экономику? Или уже машина запущена, и не остановить ее? Вот мы ждем Трампа, чтобы он все это остановил. Все ждут. Все ждут. И как евреи? Евреи ждут тоже. Евреи ждут маших, а мы ждем Трампа. Вот, смотри. Мое мнение, мое мнение, это то, что процесс, когда запущен, его остановить вот так вот одним взмахом палочки волшебной довольно тяжело. То есть 9 лет, что уже почти 10 лет, либералы ломали страну. Понимаешь? И придут консерваторы и рассчитывают на то, что завтра станет уже все там суперкруто. Тоже я думаю, что нужно реально смотреть на вещи, такого не произойдет. Но вот одно интервью мне запомнилось с Полиев, это консерватор, да? Он говорил о том, что Банк Канады нужно судить. Нужно судить. Понимаешь? Потому что реально. Я помню своими ушами, я слышал, когда Банк Канады вышел и сказал, что, ну, этот Тиф Маклин, глава, сказал, дорогие канадцы, берите, берите ипотеки, берите ипотеки, мы не будем менять ставку еще долго, 2-3 года, 5 лет. Понимаешь? Сам он это сказал. Люди понабрали ипотек через, там, по-моему, через год, даже меньше, ставка взлетела на небеса. Понимаешь? Ну, как это? Поэтому... Доставили людей. Поэтому мне кажется, что могут быть изменения, могут быть изменения. Полиев хочет обрезать, урезать и вообще убрать карбонтакс, например. У вас нет такого безобразия. Это имеется в виду в машинах тоже вставляют. В нашем штате нет. В машинах, а налог на углерод. А, потому что... Все, на отопление, на бензин, на все. Окей, я помню. Потому что я помню, что когда я приехал во Флориду 30 лет назад, мы проходили вот эти вот выбросы машины, когда ты регистрировал машину. Но у нас это все убрали. В демократических штатах это еще осталось. Но республиканские, они полностью убрали. Потому что это мошенничество просто. Люди приезжали к техобслуживанию, быстро подкручивали. Все, они проходили и уезжали дальше. Все, за это брали деньги. И это просто было... Вот лишние деньги, а то уходили государства. Вот и все. У нас это, слава богу, все остановили. Ну и машины поменяются. Новая машина уже, старых машин нет. Поэтому смысла не было всего этого делать. Скажите, пожалуйста, как в Канаде с медициной вообще? Как у вас идет... Я знаю, у вас такая социалистическая медицина. Вы за нее платите. У вас государственная медицина, правильно? Государственная медицина. Платим через налоги за медицину. Ну, что сказать. Не очень хорошая медицина. Сама медицина, то есть в плане специалистов, в плане хирургии, врачей, техникой. Все это, конечно, на передовом уровне. Это понятно. С этим никто не спорит. Но именно, что касается диагностики, понимаешь, что касается, там, ты приехал в госпиталь, сколько тебе нужно там ждать, обслуживания, какие-то рутинные проверки, с этим все тяжело. Это тяжело. Допустим, если тебе назначили МРТ или CAT scan, как долго надо ждать всего этого дела? Ну, опять же, в зависимости от того, срочно или нет. Если это очень срочно, то сделают довольно быстро. Даже ты можешь приехать в госпиталь, опять же, ты там будешь ждать 5-6-8 часов, и тебе сделают. Но если там не совсем срочно, ну, может быть, месяцок придется подождать. Но тоже за это ты не платишь. Это все включено в медицину. Это все включено, это ты не платишь. Ну, да, проблема сейчас медицина – это наплыв иммигрантов. Понимаешь? Да, кстати. Что с иммигрантами происходит? Вот, с иммигрантами. Иммигрантов очень много. Открыли кран, завозят сюда электорат, либеральная партия, естественно, решила удвоить количество иммигрантов. То есть, всегда приезжало в Канаду 250 тысяч. Сейчас открыли кран, и уже несколько лет по 500 тысяч иммигрантов приводят. Это только легальных. Плюс еще, в смысле, постоянных жителей. Плюс еще студенты, и плюс еще люди на рабочих визах. Но они же не имеют права голосовать. Они же не граждане канаде. Да, они не имеют права голосовать. Завезли сюда 3-4-5 лет назад, и уже они могут голосовать, если они получили гражданство. Потому что, насколько я понимаю, в Канаде не отдать бы, что если ребенок родился, он, в основном, взаимодействует гражданин или есть? Есть, да. Если родился – есть. Но те люди, которые приехали, скажем, 2-3 года назад с PR, то есть permanent residence, то есть 3 года нужно прожить в Канаде. То есть, они уже получили, ну, могут получить, по идее, гражданство. Но в любом случае, вот привозят сюда огромное количество иммигрантов, медицина не справляется, недвижимости не хватает. То есть, люди реально живут там. Иногда, бываешь, заходишь в дом, в бейсменте, там опять 5-6 человек, студентов там, или просто там рабочих, которые живут там. Ну, нагрузка на все. Нагрузка на все. И опять же, консерваторы с этой темой должны разобраться. Очень много мусульман приезжает, иммигрантов. Ну, приезжает, да, много мусульман. Много мусульман. Как они себя ведут, себя вообще? Они пытаются ассимилироваться в страну? Или в твои свои районы Шариата? Я не думаю, что они пытаются ассимилироваться. Может, какая-то маленькая часть, но я думаю, что этих всех людей ты можешь увидеть на вот этих митингах, которые проходят сейчас, о которых мы говорили. Очень сильно антисемитизм? В случае антисемитизма, вот я видел статистику, выросли там что-то на 600%. То есть намного выросли. Скажи, пожалуйста, вообще канадцы, и доверие канадцы, что у вас происходит с оружием? Вы имеете право иметь оружие? У вас есть какая-то, как у нас поправка Конституции, что мы уже дома держались, хранить оружие, пистолет носить? И вообще, что у вас происходит с этим? Да, ты можешь носить оружие. Насчет применения оружия, по-моему, вот это я не совсем уверен, честно говоря. По-моему, ты там особо применять его не можешь, а только можешь использовать для определенных целей. Но вот у меня есть знакомый, да, у него дома оружие, там есть лайсенс и все такое. Но сейчас там какая-то программа, опять же, либеральная, которая пытается изъять это оружие. Потратили миллионы, десятки миллионов долларов, пока никто это оружие не отдал. Так что я не знаю, что этим закончится. Понятно. Что касается криминальной обстановки, вообще вот как вы себя чувствуете? Вот вечером выйти погулять на улицу, вообще как огабление домов на улицах нападений, вообще с приезда в омеганте вот участились? Я думаю, что ты это можешь почувствовать больше в крупных городах Канады. Торонто, Ванкувер. И опять же, в определенных районах. Но если ты живешь в нормальном районе, среднем, либо нормальном, либо хорошем районе, то, в принципе, проблем никаких нет. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу. Вот за 15 лет в Канаде я лично с такими вещами не сталкивался. Ну, надеюсь, что так и будет продолжаться. Но, конечно, ситуация не очень приятная бывает иногда. Да, особенно в плохих районах. Понятно. Ну, знаешь, я хочу сказать большое спасибо, что ты рассказал. Очень интересно, как Канада находится рядом, но мы мало чего не знаем, потому что в новостях мне очень много об этом говорят. Большое спасибо, что потратил время, рассказал нам, посмотрел, что будет даже ближе к выборам. И я надеюсь, ты придешь и расскажешь нам, когда у вас будут уже выборы. Ну, все-таки, приду, и насколько быстренько его уберут, потому что, ну, реально... Не называют он в хороших отношениях. Не знаю, какой-то он такой слащавый немножко товарищ. И я же помню тогда, он уже сбежал. Он уже даже не был. Он уже сбежал куда-то, насколько я понимаю. И опять вернулся. Надеюсь, что в этот раз он сберет уже до конца, куда-нибудь подальше. И многие канадцы на это надеются, большинство. Вот. Один большое спасибо еще, что пришло. Ну, было интересно пообщаться. Я смотрел тебя очень интересные видео. Я смотрю, ты не делаешь так очень много интервью, это мы с тобой сегодня сделали. Вот. Я знаю, что интервью всегда не очень легко давать, легче рассказывать, чем отвечать на вопросы. Особенно, когда тебя мучают этими вопросами. Это нормально. Да, в любом случае, большое спасибо. И я думаю, что мы еще встретимся и обсудим наш канал. Спасибо. Обязательно, да. До встречи.